и все привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик давно у нас не было обзоров устройств и сегодня я вам рад сообщить что я готов записать новый ролик с обзором на устройство на жигу довольно таки старое устройство но очень интересная очень имбовая и очень полезная и если кто-то еще не знает об данном устройстве то посмотрите этот ролик очень внимательно и поймите для себя одну очень важную вещь то что данное устройство имеет смысл быть и то что с данным устройством вам намного проще будет играть в нашем матчмейкинге да и вообще в принципе в любом бою вы сможете использовать данное устройство очень-таки полезно ну и конечно перед началом обзора уже самого данного устройства я хотел бы вам сказать одну очень важную вещь давайте поставим максимальное количество лайков и вы скажете мне как бы даже не то что скажете замотивируете меня записать очень интересный ролик который я уже планировал записать конечно же очень давно но руки конечно до этого особо не доходит но если наберем большое количество лайков то я вам обещаю что я запишу обзор топ 5 самых имбовых устройств по моему мнению я думаю что многие ждут данного топа и многим игрокам интересно вообще посмотреть насколько много интересных имбовых устройств у нас вообще в принципе имеется в игре поэтому давайте наберем большое количество лайков я не знаю сколько у нас там получится может 100 может 200 может 300 я не знаю насколько мы способны набрать большое количество лайков но давайте постараемся и я думаю что данный ролик не заставит себя долго ждать но сегодня устройство на жигу довольно таки старое устройство но очень эффективно и вам могу сказать сразу сходу то что за счет данного устройства я выиграл не один турнир и были даже моменты когда противник не использовал данное устройство на жигу а я использую его приносил намного больше импакта своей команде и даже благодаря именно такие ему можно так сказать выиграл многие турниры если так вспомнить то наверное один из последних это был был именно такими шлановый чемпионат конечно же но чтобы она так приятно реально зарешало это было на пенальти раунде на гардере цп кто смотрел против пингвинов тот абсолютно знает что я там делал и насколько круто данное устройство можно было быть можно было там именно таки реализовать в чем же плюсы компактных баллонов здесь все просто ребят баллон намного таки меньше вы быстро вдуваете баллон в танк у вас есть большое количество времени чтобы потом еще откатиться не получать лишний урон вот так например просто поджигаете даете максимальный поджог противнику он горит при этом вы продолжаете накапливать баллон и вносите очень много импакта в своей в свою игру и вообще в принципе для своей команды это очень полезное устройство которое просто просто нагибает я не могу ничего сказать против данного устройства не могу сказать что она имеет какие-то там негативные свойства то что на нем как-то неудобно там играть что есть какие-то определенные минусы я честно говоря за игру на данном устройстве чтоб не соврать где-то год я играю уже точно на данном устройстве нажиги не снимая я могу сказать что я не нашел ни одного минуса и И я не знаю, к чему здесь можно придираться. Реально устройство, которое несет такой характер, что вы просто быстро влетаете, дамажите полный баллон, и все, противника уже нету. Вы продолжаете копить баллон, уже едет какой-то следующий противник, вы опять вносите большой урон, опять уезжаете, опять копите. Вся фишка маленького баллона с большим количеством дамага. Если вы правильно его реализуете, то у вас вообще никогда не может быть никаких проблем с данным устройством. Для меня вот это, наверное, самый большой плюс, то что я могу быстро нанести урон, потом спрятаться, накопить баллон, и опять внести большое количество урона. Конечно, что касаемо именно таки жиги, то последнее время на данную пушку используют очень-таки мало резистов, и именно за счет этого можно намного-таки лучше реализовывать не только эту пушку, но и данное устройство. Потому что если имеются резисты по 50%, ну а вы должны понимать, что у вас очень большой процент именно-таки горения, а не урона как вообще составляющую, то вы должны понимать, что если танк не имеет резиста от жиги, то он сливается очень быстро, и шансов на выживание у данного игрока просто минимальные. То есть, условно, вы за один вот этот вот баллон, даже если противник будет на ДАшке, вы его точно снесете. Но, если противник имеет резист, то здесь уже дела обстоят не так гладко и не так ровно все может произойти. Вот, например, вот этот игрок имеет 48% резиста. Я вливаю полный баллон, и при горении дамаг наносится в 50% меньше. То есть, то есть, соответственно, если вы будете наносить урон, ну, по танку, который играет без резиста, вы за этот баллон его снесете. А так, при том, что... Ну, короче, если говорить вкратце, то можно сказать так, что, используя данное устройство против танков с резистами, имеются небольшие сомнения, и можно сказать так, что, в принципе, в принципе, устройство можно законтрить, но это очень тяжело сделать, и весь законтр данного устройства заключается только в том, что вы можете надеть именно такие резист, и если вы будете постоянно упарываться в жигу. Но, так как у нас не имеется таких игроков, и очень редко у нас встречается такая ситуация, то что вас прям жестко контрят, на вас прям едут игроки с резистом, то, в принципе, об этом можно было бы даже и не говорить, но все же как составляющую, составляющую, как вообще такую информацию, которая бывает именно таки реализуемая против жиги, я должен был это рассказать. Но, конечно, так... Ну, серьезно, ребят, ну, найти негатив из данного устройства, ну, ну, просто невозможно. Вы вносите быстрый урон, большое горение, и что может быть лучше? Просто что может быть лучше? Используя простую жигу, вы наносите долго, постепенно, большое количество урона. Блин, у нас танки лагают, сейчас я, ребятки, обновлюсь, и мы продолжим. Обожаю я Иран, обожаю я наши танки, которые постоянно у нас с этим клиентом вызывают какие-то лаги, баги и тому прочее, но все же мы продолжаем, и остановился я на том, что почему лучше использовать данное устройство, а не играть без него? С жигой, которой вы будете играть без никаких устройств, вы будете наносить большой, стабильный урон, но очень долго. Это, ну, если не в два раза, то в 1,7 раза дольше вы будете наносить урон, и при этом танк будет очень медленно загораться, и по сути, по сути, если вы долго дамажите, это реализуемо только тогда, когда вы играете, например, на тяжелом корпусе, например, вы играете на острове ЦП, и вы долго живете. Тогда, да, тогда можно использовать данное устройство, и оно будет как бы вносить, вернее, не устройство, а просто играть на жиге без никакого устройства, тогда вы будете вносить нужный импакт, и, в принципе, даже без устройства вы будете полезны для своей команды, и, возможно-таки, даже можно так сказать, что без устройства жига будет лучше. Но! Самое главное-то только в том, что, по сути, что в матчмейкинге, что при игре на любом корпусе, например, там, на Васпе, на Викинге, вы постоянно уходите на рест. А если вы постоянно уходите на рест, значит, что? Правильно! У вас баллона никогда не будет полное количество при том факте, что у вас, например, нет устройства. Вам надо всегда быстро вылить баллон, и быстро вынести противника. Поэтому здесь не может быть никаких противоречий, и здесь нельзя говорить, что данное устройство не имеет смысла быть, то, что оно не нагибает, то, что лучше играть без него. Если такие вообще игроки имеются, которые сейчас смотрят ролик, и мне скажут, что компактный баллон это фигня, то, что там, блин, на компактных баллонах ты не сможешь нагибать, то, что у тебя, не знаю, там, мало баллоны, и поэтому я не могу вынести противника. Но это бред, ребят. Вы должны все равно понимать, то, что, используя данное устройство, вы нанесете намного больше урона противнику, при том, что, ну, даже если вы будете жить, да, вы можете спокойно вылить свой баллон, спрятаться, накопить баллон, опять вылить, и при этом вы сохраните не только свою хпшку, но это, конечно, мастер игры. Здесь я, в принципе, вообще ничего не могу сказать против такого мастера, который умеет мне ссунуться на ровном месте. Поэтому, ребят, если вы еще не имеете данное устройство, я бы вам хотел сказать с точностью, обязательно возьмите его, обязательно играйте на Жиге, ну, и, наверное-таки, один очень важный факт того, что резистов сейчас именно-таки от Жиги не так много, хоть и я сейчас играю, как бы, в матчмейкинге, и якобы у нас тут 4 резиста от Жиги, но надо понимать одно, ребят, единственный резист, который может спасти вас против Жиги с компактных баллон... с компактным баллоном, это резист 50% от огнемета. Все, что меньше 50%, будь там 35%, будь там, вон, как против 20%, 28%, даже 40% от Жиги, вас не спасут данные резисты. Это устройство настолько имбовое, что оно не чувствует резист, который меньше 45%. Поэтому я вам обязательно советую приобрести данное устройство, обязательно играйте на Жиги, не только в матчмейкинге, но и в любой ББПшке, будь то песок CTF, будь то любая ЦПшка, будь то, я не знаю, что еще вы любите играть, везде можно использовать данное устройство, используя, ну, единственное, это, наверное, именно таки Джиггернаут, в котором не совсем стабильно можно использовать данное устройство, но все остальное спокойно берете, спокойно нагибаете и вносите большой импакт для своего нагиба и, по сути, тащите свою команду. У меня на этом сегодня все. Всем, кому понравился данный ролик, обязательно поставьте палец вверх, если вы еще его не поставили, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну, и также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Но у меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Ииии, всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик, давно у нас не было обзоров пушек, устройств и тому прочего, всего этого жесткого, нагибаторского... бля-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- записываю новый ролик давно у нас не было новых обзоров устройства и рад и рад и всем привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записывал и всем привет ребят с вами мистер ванька если я записываю новый ролик давно у нас не было обзоров новых устройств и я рад вам сообщить что я хочу за блять да ёбаный в рот сука и все привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик по нашей блять да ёбаный ты в рот да сука и